Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Натальи Юсуповой в начале выпуска. Коротко о главном. Пробок в Нальчике станет меньше. Республиканский Минтранс приступает к строительству новых автовокзалов. Старт сезона. Кабардинский театр сегодня откроет занавес на обновленной сцене. Урок от Мухаддина Кишева. Раз желание есть творить, у них все приедет, тем более не имеет таких профессиональных педагогов. Знаменитый художник посетил школу искусств в Нижнем Куркужине. Республиканский Минтранс приступил к подготовке участков для двух новых столичных автостанций. За черту города Нальчика переносят междугородний и межрайонный вокзал. И строительство объектов начнется в самое ближайшее время. Тему продолжит наш специальный корреспондент Заур Гидуев. Подрядчики уже приступили к расчистке выделенных участков. Ведутся земляные работы, подводятся инженерные коммуникации. Внешне оба вокзала будут выглядеть одинаково. Обязательное требование – они должны органично вписаться в архитектурный облик местности. Междугородний автовокзал расположится на выезде из Нальчика в сторону Пятигорска. Межрайоны в сторону Владикавказа. Один вокзал будет называться «Южный», и вот этот вокзал будет «Северный» называться. Чтобы люди понимали, все маршруты, которые идут, допустим, с Терского, они у нас проходят, с той стороны, с той стороны, со стороны, допустим, на Сити, абсурдуются на одном вокзале. Те, которые из Баксанска, со стороны Пятигорска, абсурдуются на другом вокзале. Вопрос о переносе объектов остров стал в связи с многократным увеличением количества транспорта в городе. В часы пик в районе второго автовокзала возникают гигантские пробки. Иногда движение практически парализуется. Сюда одних только маршруток. В день приезжают около двух тысяч. К ним прибавляются еще и те, кто приезжает на «Зеленый рынок» на личном транспорте. В самом центре города сосредотачивается огромная армада автомобилей. Пробки стали обыденным явлением и в районе первого автовокзала. Ведь со стороны Пятигорска в столицу республики ежедневно въезжает до 7 тысяч машин. После того, как построят новые автовокзалы, пригородный и междугородный транспорт в Найчик заезжать не будет. Тем самым нагрузка на столицу республики существенно снизится, отмечают в профильном министерстве. Каждый автовокзал рассчитан на 10 тысяч пассажиров в сутки. Из этого расчета уже будут подобраны, какое количество будет автотранспортных средств, какое количество будет стоянок. Это по нормативным требованиям. Вот такие у нас указанные требования в техническом задании. В связи с выносом за город этих двух автовокзалов, стоимость билета на проезд с пригородных автобусов будет уменьшена. Из-за уменьшения расстояния. Поэтому увеличение стоимости внутригородского, об этом и не говорится. Мало того, сейчас будут они продлены до, после введения будут маршруты доведены, продлены до вот этих автовокзалов новых. И будут созданы еще новые маршруты, которые будут гораздо удобнее добраться, допустим, от этого вокзала до района Дубков. В настоящее время в Минтрансе идут оперативные совещания с подрядчиками. Строительство обоих автовокзалов планируется завершить через полтора года. Заур Гедуев, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. На границе городского округа Нальчик и Чигемского района появилась новая достопримечательность. При въезде в столицу со стороны Чигема жители и гостей республики теперь встречает облагороженная парковая зона. Рассказывает Осман Казаков. Въезд в Нальчик со стороны Пятигорска преобразился. На месте бывшего пустыря теперь Зеленая аллея. Здесь высадили около 150 хвойных деревьев. Ближе к зиме, по словам главы администрации Чигемского района, сквер украсит шаровидные клёны. Я думаю, что со временем эта площадка будет привлекательна для молодых людей, для жителей этого микрорайона города Нальчика. Да и простых жителей, которые будут останавливаться, будет время проводить на этой площадке. Для этого надо будет еще какие-то отдельные мероприятия, чтобы можно было не только прогуляться, но и с детьми куда-то зайти, мороженое, воду. С выше двух десятков скамеек сделаны специально для этой аллеи. Даже фонарные столбы подбирали так, чтобы вписались в ландшафт. Исходя из того, что здесь творилось, как бы заброшенный пустырь здесь был. Построили все идеально. Скамейки удобные, освещение, ну и тротуар тоже на высшем уровне все. Приходим по вечерам, отдыхаем с семьями, с друзьями. Благоустройство зоны отдыха продолжится, говорят в администрации Чигемского района. Ранее весной, как и рекомендуют специалисты, здесь появятся цветочные клумбы. Осман Казаков, Эдуард Ногмов, Вести, Кабардино-Балкария. Академик Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Института прикладной математики именем Стислава Келдыша. Тимур Энеев награжден почетной грамотой Кабардино-Балкарской республики. Соответствующий указ подписал Юрий Коков. Сегодня документ размещен на сайте руководителя республики. В тексте говорится, что Энеев награжден за значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний добросовестный труд. К другим новостям. Средний размер трудовой пенсии по России в следующем году составит 12 400 рублей, сообщают РИА Новости. Напомню, последний раз индексация была проведена 1 апреля этого года. В итоге средний размер трудовой пенсии по старости составил около 11 600 рублей, в социальной – около 7 500. Производство молочной продукции в республике с начала года выросло на 20%. Об этом сегодня сообщили в Министерстве сельского хозяйства КБР. Переработкой молока занимаются 11 предприятий с производственной мощностью более 500 тонн в сутки. Поставки из Кабардино-Балкарии идут не только в соседние регионы, но и во многие другие субъекты России. По сравнению с прошлым годом, с аналогичным периодом прошлого года, у нас рост составляет 18%. По производству масла сливочного – 15% рост составляет. По производству сыров – 42%. Так что объемы прошлого года мы уверенно в этом году перекрываем. Продолжаем. Сегодня сотрудники госавтоинспекции проводят в Нальчике массовую проверку. Выявляют автомобилистов, перевозящих детей без специальных удерживающих устройств. Особое внимание территориям вблизи детсадов и школ. Нарушения обнаруживаются с первых же минут. Спецкресла отсутствуют, при этом родители детей зачастую даже не пристегивают. Такая беспечность приводит к печальным последствиям, говорят автоинспекторы. За 8 месяцев этого года на территории Кабардино-Балкарии произошло 47 ДТП, в которых 46 детей получили травмы различной степени тяжести и 5 детей погибли. Из указанного числа участников дорожно-транспортных происшествий 26 были пассажирами, то есть это практически половина. В результате ДТП с участием детей пассажиров погибли 3 человека и 23 получили ранения. Нарушителям теперь грозят внушительные штрафы. Рейд продолжается. Сегодня в Кабардинском госдрамтеатре имени Алиша Гинсукова состоится открытие 76 сезона. На обновленной сцене будут давать спектакль «Орел и Орлица» по пьесе Алексея Толстого. Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Руслан Фиров. Напомню, премьера спектакля вызвала широкий резонанс среди зрителей и критиков. Были отмечены яркие образы, созданные артистами Кабардинского театра, интересное сценографическое решение художника Хасана Пшихачева, а также роскошные костюмы, сшитые под руководством Алексея Климова. Начало спектакля в 19 часов. Во второй школе селения Каменомосская проводится реконструкция спортзала. Объект планируют сдать к концу года. Строители уже заменили пол и проводку здания. Обработали поверхности огнеупорным раствором. После внутренней отделки начнется монтаж душевых комнат. «До этого очень трудно приходилось нашим детям. Каменомосская вторая школа, одна из старейших школ района, она была построена в 1966 году. И нужно сказать, что с тех пор не было капитального ремонта». Помимо этого, в районе реконструируются еще три спортзала. Их планируют ввести в эксплуатацию уже к концу октября. Отмечу, что ремонт помещений ведется в рамках федеральной целевой программы здоровья. И последнее. Мастер-класс для юных дюдаистов сразу от пяти титулованных атлетов. Площадкой для передачи опыта стал универсальный спорткомплекс в Нальчике. Хасан Битау, Фалим Гаданов, Анзор Гаунов, Мурат Хабачиров и Беслан Мудранов здесь с нетерпением ждали этих борцов, призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира, победителей европейских первенств и универсиад. Кстати, четверо из них участвовали в чемпионате мира под зудо, который прошел в конце августа в Челябинске. Там российская сборная выиграла серебро, в том числе благодаря их стараниям. После короткой торжественной части приступили к занятиям. В начале пробежка и разминочные упражнения, затем в течение полутора часов прославленные мастера делились своими профессиональными секретами. Это пока все новости к настоящему часу. Далее Зухраб Шихачева с прогнозом погоды на завтра. Я же напомню, что вечерний выпуск «Вестей Кабардино-Балкария» выйдет в эфир в 19.35. Увидимся. Аэробика, шейпинг, фитбол, специальные реабилитационные программы, высокий профессионализм и сервис. Фитнес-клуб «Пауэрхаус». Здоровый образ жизни для каждого. Улица Пирогова, 8. СПА-отель «Синдика». Спонсор прогноза погоды зовут Кровля-сервис на Чернышевского, 181. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. В регионе ожидается погода пасмурной. Осадки почти повсеместно. Тучи над Зольским обещают дождь. Температура максимум 13 градусов. В тени облаков у подножа Эльбруса столбики термометров пойдут вниз. Днем всего плюс 5 осадки в течение дня. Чуть выше 10 градусов и также сыра в Тернаузе. Понижение температуры ожидается на территории Боксана, Чигемы и Норткалы. Плюс 15. Несущественные осадки. По прогнозам специалистов, синоптическая картина в Прохладинском и Майском, а также в Терском и Лискенском районах. Не слишком радостный и холодный ветер с порывами до 10 метров в секунду принесет дожди. Не обойдется без них и в Кашхатау. Здесь не больше 13 тепла. В Нальчике днем 16 по Сельсию и небольшой дождь. Таков прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова